Итак, друзья, всем привет! С вами опять Рома Урако и сегодня познакомлю вас с очередным проектом реставрации чешского мотоцикла Ява, точнее чехословацкого, потому что техника 1964 года выпуска и сейчас более подробно расскажу об этой Яве-старушке модели 354-06. Что ж, поехали! Так, вот перед вами этот аппарат. Напоминаю, 1964 год выпуска и модель, точное название, Ява-350, тип 354-06. Данная техника, эта модель выпускалась всего лишь два года, в период с 1962 года по 1964. И в 2004 ей на смену пришла модель тип 360, которая, по сути, являлась последней старушкой, выпускаемой мотозаводом Ява. Вот так она выглядит. У нее был ряд отличий от более поздних старушек. Самая яркая и которая в глаза падает, это вот такое глубокое переднее крыло округлой формы, которое придает такого шарма мотоциклу, потому что на 360-й уже оно было гораздо мельче и не такое симпатичное. Тут ступицы колес тоже отличаются, они крупнее, нежели на 360-й модели. Также закругленные головки цилиндров. Напоминаю, мотор тут двухцилиндровый, двухтактный, точный рабочий объем, 344 кубика, но округляли до 350. Мощность 18 лошадиных сил, цилиндры чугунные, естественно, как и на всех старушках. И максимальная скорость такого мотоцикла составляла 120 км в час по паспорту. Поворотников нет на Явах, старушках по заводу. Приходилось руками показывать жесты другим водителям о своих намерениях повернуть вправо или влево. Поворотники появились на Явах только начиная с Вишневок, следующей уже модели, после старушки. Вот такая техника. Еще какие отличия. Тут трубы выхлопные крепятся гайками. Вот тут вот видите характерные гайки. Особенность модели 354. Вот, посмотрите, на картере двигателя выбито 354. Подтверждение того, что это мотор оригинальный именно с этого мотоцикла. И посмотрите еще на табличку. На раме видим 1964 год выпуска и модель 354. И масса указана в килограммах, снаряженная 139 килограмм. Бак полностью хромированный, по заводу идет. И дальше уже серединку красили в основной цвет. Объем этого бака 13 литров. То есть, в принципе, хватало примерно на 300 километров пробега. Такая вот техника. Евгений, вот он, трудился над ней последние полтора-два месяца. И вот результат можете оценить. Что делалось по мотоциклу? То есть, он достался изначально в таком довольно ушатанном, не совсем комплектном состоянии. И пришлось много чего докупать, находить. Всякие редкие ништяки. И давайте пройдемся, что делалось. Например, были найдены абсолютно новые задние амортизаторы. Тоже из старых дедовских запасов. Только корпус покрасили, чтобы они не отличались по цвету от остального мотоцикла. Также была найдена передняя фара, полностью новая в сборе. Чехословакия производства, фирма ПАУ. Причем с этим ободком отгромированным. Тоже был найден новый спидометр абсолютно. Из старых дедовских запасов. Спидометр тут уже овальный. Это отличие модели 304-06. Грипсы на руле. Это новодельные. Зато резинки на подножках. Это из старых запасов дедовских. Они новые, в хорошем состоянии. Колени оригинальные. Но их пришлось похромировать. Грушители новодельные уже. Производство Чехия. Задний стоп. Тоже современный новодел. Тоже Чехи делают. В принципе он не особо отличается от оригинального. И очень попадает по стилю. Шины тут. Митас. Современная резина уже. В родном размере. Но свежее. Новенькое. Производство Чехии. Еще одно отличие от модели 34. От более массовых 360. Это кожух цепи. Несколько иной формы. И конфигурации. Вот такой вот мотор. Естественно полностью мотоцикл разобрали. Покрасили в родной вишневый цвет оригинальный. Перетянули сидушку. Сиденье кстати на модели этой. Было обшито таким кожзамом коричневого цвета. И вот постарались максимально приближенно к оригиналу. Тоже коричневый материал использован. И раскройка у него тоже специфическая. Тут две части отформированы такие. Под водителя и пассажира. И между ними такая вот войлочная вставка. Еще находится. Все хромированные детали на мотоцикле были заново покрыты хромом. Вот эта ручка боковая. Задняя ручка. Что еще? Курки отполированы были. Тоже посмотрите отличие модели 3406. Это такая вот корпус замка. Цвет из пластика. Цвет слоновой кости. И видим ключики тоже оригинальные. ПАУ, ФАБ, Чехословакия. Все как положено. Обода колес новодельные. Хромированные. Спицы цинком покрыты. Отреставрированные. Болтики использованы уже современные. Не оригинал Чехословакия. Мотор перебран. Он на полном ходу мотоцикла. Только что вдвоем сюда на нем доехали. На место съемки. И отлично он едет. Хотя конечно еще нуждается в обкатке. И я думаю владельцу, заказчику этой работы придется еще километров 500 покататься в спокойном режиме. Пройти обкатку. А потом уже наслаждаться полноценно этой техникой. Еще раз покажу вам его с разных сторон. И подойдет Евгений. Будем делать запуск двигателя. Послушайте как работает эта двухтактная старушка. 1964 года выпуска. И так вот подошел автор этой работы Евгений. И сейчас будем по традиции делать запуск двигателя. Сегодня обойдемся без спецэффектов. Просто ногой заведем его. Без проблем запустился мотор. И радует басовитым звучанием двухтактного выхлопа. Сейчас немножко погазуем и послушайте звук работы. Вот такая вот старушка после реставрации полной. Пару слов расскажу вам об истории конкретно этого экземпляра. К Евгению обратился человек, который рассказал, что у него в семье очень давно находится такой вот мотоцикл. Он еще в детстве, в юности на нем катался. Аппарат этот находился в Кириллоградской области. И вот спустя много лет было принято решение, что этот мотоцикл, который пребывал в жилшатом состоянии, решили люди все-таки восстановить и вернуть из небытия, скажем так, к прежней жизни полноценной. И как раз вот Евгений забрал донора этого, который, как я уже сказал, был в печальном состоянии. И спустя пару месяцев его превратили в такой вот мини-шедевр на колесах. На мой взгляд, именно вот версия с таким глубоким передним крылом, такая модификация старушки, одна из самых красивых из того, что выпускала Ява в свое время. Единственное, что с ней может поспорить, это так называемая кивачка, у которой еще амперметр в баке расположен. И гитарообразной формы сиденья и глушители типа рыбий хвост. Кстати, у Евгения сейчас такой мотоцикл есть в работе, так что в ближайшее время, возможно, покажем вам обзор и такой Явы, которая встречается намного реже, нежели вот такая 34 тип 06. Ну что, друзья, подошел к финалу небольшой обзор Явы-старушки после полной реставрации. Напоминаю, это модель 350 тип 354-06, 1964 года выпуска. И вы могли убедиться, что техника прибывает в состоянии практически нового мотоцикла. Так что, кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь своими историями в комментариях, связанными с Явами. Всегда интересно почитать. До новых встреч в эфире. Пока.